карин здравствуйте спасибо что приехали к нам на телекомпанию начну сразу такого вопроса почти 20 лет назад уже скоро будет 20 лет как вы в восточных танцах почему именно тема египта как вас это скажем так заинтересовало расскажите у меня сначала были бальные танцы и там была вечная проблема что с партнером мы всегда ссорились и вот это вот историшь нужно выяснять отношения строить отношения она меня очень утомила я решил пойти восточные танцы тут мы сольно танцуем конечно же пошла как все наверное знают просто восточный танец где лифт юбка и вот девушка танцует практически с голым животом но потом я окунулась глубже начала первое помню судейство судить конкурсами после нескольких выигрышей и там были номинации фольклор и меня это очень заинтересовало что же такое начала изучать меня туда очень глубоко затянуло так что я стала ездить в египет и в другие арабские страны чтобы изучать смотреть как как это как танцуют действительно люди в том или ином регионе и затем уже делал свои хореографии костюмы вот сейчас я представляю костюм народности из оазиса сива это египет и мне это все очень нравится я сама тоже делаю костюмы это большое большое поле для творчества учитывая что вы воочию не только от преподавателей но и воочию изучали танцы разных регионов того мира который принято в общем и целом называть арабским можете сказать наверное назвать отличительные черты египетского танца амбассадором которого вы являетесь в нашей стране вот чем египетский танец отличается от остальных какие у него характерные черты ну можно сказать что египет он во первых очень разнообразно и там много регионов и в каждом регионе есть свои особенности но в целом это очень про свободу про кайф про полностью отдаваться музыке и танцу и там до сих пор сохранилась такая традиция как живая музыка много оркестров в том или ином регионе есть совсем маленькие бенды какие-нибудь локальные есть большие оркестры это конечно очень захватывает вот эта живость в этом есть особенно фольклор то что там же опять он сохранился в разных регионах в россии у нас это не так уже распространено да но там тоже кстати умирает уже эта традиция но вот я так пытаюсь ухватить остатки вот и помимо прочего есть у вас исследования в области того как танец влияет на психологию даже в некой телесной терапии вы используете танец вот расскажите как это о чем это и кому это может помочь да я начала сама изучать просто танцевальную двигательную терапию это примерно то что мы примеряем на себя например какие-нибудь образы и мне пришла идея почему бы не примерить вот в этом ключе в исследовании психологии на своих каких-то особенностей характера и так далее с помощью различных образов египетских то есть например египетская женщина в разных регионах она разная где-то она сильная где-то она покорная где-то она там выливая и так далее и вот я предлагаю на своих тренингах примерить различные образы какие-то аспекты той или иной жизни того или иного региона и посмотреть каково она например я очень люблю исполнять танец женщин девушек артисток которые были в прошлом они называются валимы либо же гавази сейчас вот они были базы потом их стали учить классическому танцу и превратилась это в восточный танец который мы все уже привыкли и знаем и мне нравится их образ потому что они очень раскованные они очень раскованно себя чувствуют обычной жизни я такое не испытываю и когда мы примеряем это к себе мы это можем вынести и в обычную жизнь вот это вот больше легкости больше легкости да и там же там же есть такое что танец у них целом это двойные стандарты вокруг танца потому что с одной стороны ни один мужчина и отец не захочет чтобы их девушка дочка танцевала с другой стороны на каждый праздник они приглашают танцовщицу и те девушки которые профессионально этим занимаются они очень смелые мы от многого отказываются они защищают себя и вот эти девушки которые особенно раньше танцевали они были артистками они умели петь они умели играть на музыкальных инструментах я хочу сегодня это показать и у них особая вот это вот сила и мощь в них присутствует мне это очень нравится нравится что я могу выйти на сцену и поиграть с этим образом поиграть со зрителями как-то улыбнуться им пококетничать с ними во время танца в жизни я не испытываю таких эмоций в обычный поэтому думаю что поэтому многие русские женщины как туда тянутся потому что это восточному танцу и насколько это помогает вот вашим клиенткам которые приходят к вам либо на лекции либо вот на терапию как они преображаются вот может быть несколько ярких примеров да во первых очень многим вообще на сцену сложно выходить и я предлагаю им определенные упражнения которые помогают во первых чувствовать себя свое тело такое более осознанно а как а как я сейчас и затем еще привнести это на сцену и например понаблюдать когда я выхожу на сцену как я вообще волнуюсь как я могу это переживать а могу ли я видеть людей вокруг меня в этом стрессе вот и могу ли я еще что-то там сделать то что правда действительно многих такой стресс они не чувствуют ног паники какие-то такие маленькие упражнения на тренингах это все помогает потом и конечно же когда такая уверенность в жизнь на сцене в жизни это все помогает очень быть в разных позициях уверенным и либо же справляться со стрессом танец эта часть культуры и особенно если говорить о фольклоре то каждое движение наполнено смыслом это некий язык язык тела и чтобы выразить некий образ используется не только движение но и вот аксессуары одежда антураж вы помимо прочего знаю что исследуете и даже коллекционируете украшения и костюмы тоже изучаете вот расскажите пожалуйста о том что сегодня на вас да сегодня на мне платье из оазиса сива на самом деле это один из моих любимых оазисов это про большую свободу там необыкновенная пустыня там необыкновенные закаты и там люди с особым укладом там живут берберы это единственное место в египте где живут берберы потому что нам они дальше там алжир марокко они там дальше эти племена и у них очень красивые костюмы очень красивые украшения которые ну они завораживают на мне сегодня платье например даже вышивка здесь отражены несколько цветов один красный зеленый и желтый это отражение как среет финик потому что именно эта земля оазиса это родина фиников самых вкусных фиников в египте и просто даже вот здесь идет как лучи солнца то есть вообще в целом циатуник она т-образной сделана это с самого древнего египта идет вот этот крой платье вот это солнце они поклонялись раньше бог ра в общем это прямо вот такая древняя история она до сих пор там там она до сих пор там живет да и вот это украшение девушки надевают когда они готовы невеста да так скажем когда они готовы выйти замуж они передают его по наследству затем у них идет свадьба несколько дней и в первую ночь когда они идут с девушками там есть горячие источники она идет бросает этот горячий источник все как бы это знаменит что она переходит на новый этап и вот тоже вот этих в египте во всех арабских странах много традиций например сегодня вам покажу еще танец который возглавляет такое шествие как зав это когда жених и невеста идут в новый дом к жениху и раньше нужно было это для того чтобы осветить всей деревне или всему там городу маленькому да когда еще были небольшие города то что теперь она законно может жить с женихом поэтому вся процесса была очень шумная туда собирались артистки у них были на руках сагаты и они играли на них всем давали знать что теперь эта девушка будет жить законно в доме мужа вот и до сих пор тоже традиция сохранится уже конечно никто не идет по улицам они просто небольшое там где празднуют в отелях немножко вот это вот сохраняет традицию приглашает артистов при этом напоминает солярную символику даже и славянских и индийских каких-то вот древностей видимо солнце для древнего человека было да это так и много отражений флоры фауны во всяких вот этих украшениях все это очень символично при этом вы даже сами изготавливаете костюмы помимо того что да где-то находите антураж почему дизайнерам не обращаетесь люблю это делать я очень люблю шить то есть именно здесь я еще могу свою часть выразить себя именно то что мне нравится какие цвета я вкладываю в это еще как часть моего творчества на самом деле восточных танцах можно много кем стать можно организовывать мероприятие например можно шить костюмы много дизайнеров у нас да можно танцевать можно быть только хореографом может быть только танцором много разных путей где можно себя реализовать еще вы судья и частенько являетесь экспертом в мире арабских танцев вот расскажите о том насколько фольклор арабский танец восточный танец в сознании многих это нечто такое красивое эстетичное а фольклор не всем понятен вот насколько он востребован сейчас в нашей стране допустим я думаю это вообще очень узкая история в целом восточный танец он не так востребован когда был клон все пошли танцевать сейчас это конечно не так но фольклор идут именно такие приверженцы и здесь много всего интересного много что нужно изучать и многих отпугивает вот это как раз то что нужно изучать но самые допытливые они как раз остаются у многих на оборот покоряют потому что это некое прикосновение к каким-то древним тайнам да да и да я организую тоже туры например для именно педагогов для танцовщиц которые хотят поехать и увидеть как это в египте и мы ходим на свадьбы мы ходим в этнографические музеи встречаемся с региональными фольклорными группами это очень интересный обмен этого всего но все равно нужно понимать о чем какие традиции в каждом регионе просто не просто так это все понять вот так прийти для многих шок это кажется какой-то совершенно другой мир вот а для египтян когда вот путешественники описывали танцы в семнадцатом веке девятнадцатом веке они говорили что для египтян вот наши там вальс когда мужчина и женщина трогают друг друга это что-то что невообразимо а в египте когда там на улице танцовщицы развлекают то для них казалось что это ужас что они трясут только трясут и крутится это ужасно это вот как раз стык менталитетов это интересно сейчас в нашей студии вы продемонстрируете один из танцев вот может быть немножечко подводку к тому о чем это танец что он собой символизирует чтобы нам хотите рассказать нашему зритель да это как раз танец тех предшественниц тех артисток которые были до танцовщиц восточного танца в том виде который мы сейчас его видим это как раз артистки которые но считается что они из самого древнего египта конечно танец развивался там были храмовые танцы потом дальше дальше много чего не знаем потому что просто не писалось об этом нету этих источников вот и затем были танцовщица валим и гавази они играли на сагатах у них были на главе канделябры со свечками и они освещали путь молодоженов а 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 ж а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok